Это очень известный, всем нам известный, любимый автомобиль, который снят уже с продажи, но на его YouTube-канале Артур сказал, что он его все-таки продает, хотя там написали, что видео старое. Но факт то, что он сказал, что у него какие-то новые проекты, и вот Суперзил он решил продавать. Может его уже купили, кто знает, объявление в архиве, вот он писал за него миллион семьсот, цена не какая-то космическая для такой машины, я так думаю. Переделки у него вроде бы там какие-то вписаны были, все вот эти украшения и вообще весь стиль. Но мне стиль этот очень нравится, это американский стиль, который в мире любят много где, но у нас почему-то не любят, у нас почему-то все там враги какие-то мерещатся, кругом одни враги. Кстати, Гитлер перед войной тоже говорил, что кругом одни враги, враги-враги, и всех обижают, и надо всех спасать. И вот пошел спасать на Европу, на Польшу, а потом и Советский Союз пошел спасать, так что думайте. Значит, двигатель дизель 14,8, почти 15 литров, там у него ЕМЗ 7511, 400 сил, 8 цилиндров, коробка передача механика, но механика Мерседес, она полумеханика, а полумеханика. Я с ним ездил в гонках грузовиков, на драгрейсинг, и там у него очень интересное приключение, и даже я на нем за рулем прокатился, он мне дал прокатиться, огромное ему спасибо за это. Колесный формулу 6 на 4, сиденье, тягач, пробег 300 тысяч, руль левый, высота седла метр 150, спальник есть. Дополнительные сведения продам, Суперзил, все подробности и торг, только с реальным покупателем, моторы ЕМЗ 7511, раздельные головки, КПП Мерседес Г180, 0,85, наверное, это передачное отношение, мосты Итан Спайсер 3.7, резина, почти вся новая, город Челябинск. Вот посмотрите, такой прекрасный автомобиль, Челябинск, Дром.ру продается. Он его делал пару лет, наверное, и там ему менял, много чего, выхлопные трубы менял, кузов весь, кабину всю перекрашивал, менял бампер ему, менял колеса, поставил ему мосты американские от Freightliner, насколько я помню, все мосты американские, интеркулер тоже от Freightliner у него там стоит, капот удлинялся, это вот можно тут увидеть, вот здесь вот длиннее, вот за задним крылом, оно не сразу к двери идет, а вот некоторое расстояние. В общем, машина уникальная, машина единственная в своем эземпляре, очень жаль будет, если она будет потом продана и кем-то убита. Ну, скорее всего, так и будет, но да, очень жаль. Вот он недавно сделал вот такой задний бампер, в стиле вот в таком вот, до этого у него по-другому было здесь сделано. Он полностью переделал интерьер, поставил приборную панель от Peterbilt 387, рулевую колонку, руль тоже от Peterbilt, ну, возможно, рулевая колонка не от Peterbilt, я тут не буду точно говорить. Поставил хорошее кресло удобное, чтобы ездить. Потолок и внутренние обшивки он установил от Volvo VNL. Такие вот колеса, резина, ZIL. Это очень хорошая переделка, очень позитивный автомобиль. Очень жаль, что его история с Артуром заканчивается. Ну, пока непонятно, посмотрим, будем посмотреть, как говорится, что будет дальше. На моем канале вы можете найти с этим ZIL несколько видео, я оставлю ссылки в описании и в подсказках. Спасибо за внимание и всем пока.